Здравствуйте, друзья! Я нахожусь во дворе мечети Умара. Мечеть Умара находится рядом в шаговой доступности от храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня находится буквально в 20-30 метрах в сторону. Мечеть Умара знаменита тем, что это было первое место, где мусульманский завоеватель Иерусалима, войдя в сам Иерусалим, получив ключи от города Иерусалима и подойдя к храму Гроба Господня, куда его патриарх пригласил помолиться, он сказал, нет, я не буду молиться на территории храма Гроба Господня, я немного в стороне, иначе мои последователи могут это место превратить в мечеть. И таким образом было оказано уважение традиционной уже в тот момент достаточно древней христианской религии. Здесь во дворе мы видим надпись для англоязычных пломников, которые здесь бывают. Значит, по большому счету, вход сюда, в мечеть Умара, в тот момент, когда нет службы, разрешен любым всем паломникам. И у нас не было особых проблем сюда зайти. Поэтому здесь мы видим надписи на английском языке, надписи на арабском языке. Здесь выдержка из Корана, которые мусульмане, приходящие на регулярные молитвы, каждый раз видят. Немного далее, немного правее, мы видим специальные места для омовения, для омовения в первую очередь. рух и омовения лица. Почему? Потому что уста произносят молитвы, и они должны быть чистые. Далее, двигаясь, немного продолжая двигаться по кругу, видим то, что здесь для воды. Ну, а если мы обратим свой взгляд выше, то мы увидим флаг святогорского братства. Здесь в одном месте сконцентрирована религия мира. Христианство, мусульманство и удаизм. Да, и удаизм старше, мусульманство членов. Более молодая религия – это ислам. Ну, поэтому давайте мы попробуем зайти вовнутрь, но для этого нам нужно будет снять обувь. Такая традиция, что заходя внутрь помещения, заходя мучить, необходимо снимать обувь. Местное предание раскрывает нам нюансы возникновения именно здесь, в мечети. Это было в далеком 637 году. Заходя сюда, я кратко повторюсь. Именно тогда арабское войско начало осаду Иерусалима. К этому времени ими уже было завоевано много крепостей в Палестине. Люстры, ковры, изречение на стенах, деревянную лестницу, ведущую к специальной двери, входа на минарет. Мы вспоминаем, что ответственный в 637 году за Иерусалим патриарх Сафроний принял решение сдать город, но только верховному халифу Амару, которому была посвящена эта мечеть. После того, как халиф Амар бин Аль-Хаттаб получил ключи от Иерусалима, патриарх пригласил его осмотреть храм Гроба Господня. Извините, а сейчас мы видим арочный мехрам, всегда стоящий в сторону святой для мусульман Мекки. Каллиграфические надписи настолько древние, что не каждый может прочитать здесь имя пророка. Однако продолжим рассказ. Патриарх и халиф Амар уже подходили к храму, но в этот момент призыв к молитве Моэдзина настиг их. Амар спросил патриарха, где можно молиться? Молитесь здесь, в любой месте, халиф. И тут патриарх услышал ответ. Невозможно, чтобы Амар молился в этой церкви, чтобы мои мусульмане пришли и сказали, что здесь Амар молился и построили мечеть. Халиф Амар отошел недалеко от храма, расправил плащ и помолился. А через некоторое время здесь действие. Витина построили мечеть и дали имя мечеть Амара. Мы снова внутри двора мечети. Поднимем взор кверху. Архитектура минарета справа, православный флаг слева. Но для всей полноты обзора мы должны пройти дальше. Ровно 35 метров меня сейчас отделяет от минарета мечети Амара. С этого места он виден прекрасно, хотя минарет имеет только 15 метров высоту. Но с учетом того, что в старом городе низкоэтажное строение, он не теряется в пространстве. Приблизимся с помощью камеры и рассмотрим некоторые архитектурные детали. Раньше Муэдзин пять раз в день поднимался по 80 ступеням вверх минарета и призывал правоверных мусульман к молитве. А сегодня, конечно, используются различные технические средства. Безусловно, за те столетия, что прошли с момента сооружения мечети Амара, этого двора Атриума, самого храма Гроба Господня, многое изменилось, но, тем не менее, место можно характеризовать как одно из важных духовных центров современного человечества. Я стою на высоте у храма Гроба Господня, вдали минарет мечети Амара. Здесь проходят люди разных религий, разных национальностей, разного возраста, но всех их объединяет стремление прикоснуться душой к ценностям, созданными народами и предыдущими поколениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok